Сегодня мы будем изучать четвёртую мишну четвёртой главы, и это единственное высказывание в поучениях отцов Раби Левитас, прямо как будто он из Литвы, Левитас, но он не из Литвы, а из города Явна. Так вот. И вот сейчас начнём переводить. Меот, меот. Я сознательно не перевожу литературно, а пословно. Очень-очень. Будь шафальруах. И это переводится как скромным, смиренным шафальруах, чтобы дух у тебя был, не ставь себя высоко, а низко, скажем так, потому что тиква, вы знаете, тиква, надежда, человека, рима, тлен. На самом деле ничего не понятно. Да? Но надо быть скромным. Хорошо? Понятно? Почему здесь сказано «очень-очень» и причина заключена, потому что конец как бы человека – тлен, а здесь сказано «надежда человека» – тлен. Непонятно. Какое последнее слово? «Надежда человека», «надежда человека», «рима», «тлен», «гниение», «тлен». Ничего не понятно и требует очень большого объяснения. Значит, прежде всего, то, что написано у Рамбома. Как раз сейчас это месяц и люль, и мы должны исправлять свои качества. Так вот, написано у Рамбома, что путь Торы – это серединный путь. Человек, который отдаёт, не отдаёт ничего из своего заработка, скряга, он нарушает Тору. Человек, который отдаёт 99% от своего заработка, он тоже нарушает Тору. А, говорит Рамбом, потому что во всех качествах «мидот» – это само определение на иврите. «Мида» – это мера, качество. Нужно идти по серединному пути. И человек, например, сквалыга, который не может отдать копейку, да, он даже научить себя, объясняет Рамбом, как ему работать над своими дурными качествами, дойти до того, что он отдаёт, я не знаю, даже 50, даже 60, даже 70% от своего заработка, чтобы потом прийти к серединному пути. К какому? То, что написано в шелка на руке – 10%, а, по мнению Гавона и Извильна, 20% от своего заработка. Написано в Торе – асер та асер – отделяя, отдели десятину. То есть, 10-ти, 10-ти. Отсюда учит Гавон, что это 20%. Хорошо. Так вот, чтобы прийти к серединному пути, почему же здесь Тана Раби Левитас, он говорит, что ты должен быть очень и очень противоположна качеству гордости. И тогда мы понимаем, что здесь есть какое-то отличие от всех других качеств. Почему-то здесь очень-очень сказано, а не просто. И больше того, потому что надежда человека – клен. Прежде всего, обратим внимание на слово На самом деле, если мы переставим буквы, получится Адам. Да? Меот – Адам. Да? И тогда я посмотрел один из комментаторов. Он дает объяснение. Это Патейнай. Что слово Адам, оно состоит из трех слов. Что это значит? Эфер, Дам, Рима. То есть, прах, кровь, гниение. Что такое? Так про человека говорить? Адам. Да. Что говорит Тана? Очень. Человек должен посмотреть. Мара. Афардам. Если человек посмотрит, мар это горький, с горечью, на этот прах и кровь, тогда он будет ставить себя низко, будет смирен. Ну, дальше. Сказал Творец. Я с гордецом не могу находиться в одном мире. Ну, почему? Что такое? И тогда открывается главная основа, на которой построен весь мир. И это об этом учит Рамбам в законах об основах Торы. И что он говорит? Если придет кому-то в голову, что нет Творца. Мы-то с вами это знаем. Мы учили это с детского сада, в школе. Сдавали экзамены. Кто-то из вас сдавал экзамены по научному атеизму? Я сдавал. Естественно, у меня единственные три балла в дипломе по научному атеизму. Поэтому я дошел до такой жизни, вы понимаете? Да. Так давайте посмотрим. Так что говорится? Человек, который ставит себя, как будто он существует, а тот, кто сотворил все, как будто его нет, скажем так. На самом деле, это самое большое идолопоклонство, вера в отсутствие Творца. Потому что, когда нет Творца, всегда человек ставит себя вместо него. Так вот, продолжает Рамбам в законах основ Тора. Исодея Тора. Что он говорит? Начинает он и говорит так. «Основа всех основ и корень правильного понимания, что есть первопричина всего, который сотворил все то, что есть». На иврите реальность – это митзиют. Да? Реальность. «Ашер им ци» – это коль анимца, который сотворил все то, что находится. И дальше. Все то, что сотворено. Оно нуждается в нем, а он, благословенно его имя, не нуждается ни в одном из творений. Больше того, с уничтожением каждого из творений или всего творений, ничего не произойдет, никакого изменения не произойдет с ним. Потому что все творения зависят от него, а он, благословенно его имя, не зависит ни от одного из них. И поэтому, если придет кому-то в голову, что нет его первопричины всего, то тогда ничто не может быть. То есть, что мы из этих слов Рамбаму учим? То, что реальность существования творца не зависит ни от чего. Оно обязательно, а существование всего сотворенного, всех сотворенных – относительно. Почему есть мир, почему есть реальность всех сотворенных? Потому что творец хочет, чтобы они были. Причина – желание творца. Так вот теперь, давайте посмотрим. Почему основа всей Торы, то, что говорит Раби Акива, то, что учит Елель немножко по-другому, и полюби другого, как самого себя. Почему это основа всей Торы? Зеклальгадольбе Тора. Так говорит Раби Акива. Почему? Потому что в тот момент, когда человек думает, осознаёт, принимает другого, в этот момент он чуть-чуть отодвигается от себя. И наши мудрецы, комментаторы объясняют. Человек, который будет полностью отрицать себя ради других. Он исполнит заповедь? Нет. Почему? Потому что тот же самый Раби Акива сказал, выдвинул такое правило. Моя нужда или нужда другого? Чья нужда раньше? Показывается, что его. Ну и что такое? Он учит этой строчке Торы. Вэхай ахиха имах. И будет жить твой брат с тобою. Хаеха кодмим лэхаейха вэрха. Твоя жизнь раньше предварительно. Ну, как бы раньше. Ну, то есть, стоит на первом месте, а потом жизнь твоего друга. Что это значит? Я должен. Другими словами, то, что сказал Елель. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Единица измерения – это я. И не значит, что если кто-то, я не знаю, любит запах ландышей, так он, значит, должен так ей ландыши давать другому. Не об этом разговор. А разговор идет о более важной вещи. То, что ненавистно тебе, не делай другому. Но это Елель сказал кому? Тому нееврею, который пришел и спросил. Объясни мне всю Тору, пока я буду стоять на одной ноге. И это то, что он ему сказал. Это основа Торы. А теперь встань на вторую ногу, иди и учись. Почему? Потому что прежде всего я должен любить и уважать себя. То есть самое главное, что есть во мне. И тогда я могу любить и уважать это то, что есть в другом. И задается вопрос, а как же так? Это же заповеди между человеком и человеком. А где же заповеди между человеком и Творцом? Так Реэха, близкий твой. Реэха, у Реавиха, близкий твой и близкий твоего отца. Не нарушай. Это говорится про Творца. Значит, в этом заключена вся Тора. В чем? В том, что человек освобождает трон, на котором он сидит с детства. Все вокруг меня. Все вокруг моего пупка. Ради другого. И это может быть жена. Это могут быть близкие. Это могут быть соседи. И так далее. То есть я не центр земли. А кто царь? Тот, кто сотворил весь мир. Это то, что другими словами сказано у Рамбома. В этих основах, которые он объясняет. Так вот, почему Творец ненавидит гордеца? Потому что он отрицает того, кто сотворил весь мир. Он говорит, слава, почет, богатство, мудрость принадлежат мне. А тебе принадлежат. Мы учились с вами. О трех вещах сказал Бензомов. Кто называется мудрец? Кто называется богач? Кто называется герой? И все эти определения связаны с чем? С скромностью. Со смирением. Давайте посмотрим. Кто называется мудрец? Тот, кто учится у каждого человека. Как он мудрец? У него там две пуговицы на фраке. Он будет спрашивать у кого-то, что ты думаешь по этому поводу? Почему он называется мудрец? Потому что он любит мудрость, а не памятник мудрецу, который вот сейчас перед вами находится. Понимаете? То есть его главная любовь к мудрости, который источник, который Творец. А не он, который получил как подарок эту мудрость. Вы понимаете? Это называется мудрец. Кто называется герой? Не тот, кто захватывает города, подчиняет себе страны и так далее. А тот, кто подчиняет свое дурное начало. Теперь, кто называется богач? Не тот, у кого больше всего миллионов, а кто тот, кто доволен тем, что Творец ему посылает. И теперь я задаю вопрос, который задает Бен-Ишхай, мудрец, сефардский мудрец из Багдада. И он говорит, что такое? Ведь написано в Торе про, кто был самый большой пророк в еврейском народе? Мошар-Арабейн, замечательно. И что сказано? Сказано так, что Мошар-Арабейн был самый смиренный из всех людей, но там сказано меот, очень, а не очень-очень. Почему же наш Тана сказал будь очень-очень? Что это такое? У Мошар-Арабейн нету очень, а у любого, который учит эту мишну есть очень-очень? И тогда он объясняет. Сказано так у Рамбова, что во всех этих трёх главных как бы качествах, можно сказать, цели жизни, мудрость, богатство, доблесть. Если человек действительно, только человек, обладающий ими, он может получить руаха кодыш, дух святости или к душу святость от Творца. Но человек, который гордится своей мудростью или своим богатством или своим доблестью, то естественно он выталкивает руаха кодыш, то есть сказано так у нашего учителя раби муше хаэм люцату, что тхилато иштадлют высофо гмуль, о чем он говорит о душе святое. Что это такое? Вначале прикладывание усилий, а в конце это подарок. То есть человек делает все то, что от него зависит, но как он может получить это? почему муше самый большой пророк? Потому что сказа не было подобного ему человека в смирении в мире. То есть он превратил себя в совершенно прозрачный незамутненный сосуд, который может принять мудрость Творца. Поэтому именно через него мы получили Тору. То, что говорит Гаон Рамыша Шапира, что в трех словах определить кто такой Моше, это с этого мы начали изучение поучения отцов. Кто такой Моше? Это тот, кто Кибель Тора Мисинай. Тот, кто получил Тору Синай. Полностью получил. Как он мог это получить? Потому что не было перегородки, не было преграды его мудрости, его доблести, его богатства, чтобы полностью вместить то, что Творец ему дает. Так вот, теперь объясняет Бен Ишкай, что в этих трех вещах человек должен достичь смирения. но он говорит, и это то, что написано, что Творец не опускает свое присутствие, свою шьяну, но только на героя, на богача и мудреца. И еще одно определение смиренного. и все это было у Моше. И объясняет это, это написано в трактате Найдарим, и объясняет это комментатор Талмуда Маршо, и также написано у Шло Кадош, Шло, это Шней Лухо Табрит, книга называется, Равгоровец, Что в этих трех качествах особенно выделялся Моше. И поэтому главное то, что было у него анава смирения. То есть она завершает все эти три качества. То есть мудрость, богатство и мощь, героизм. И благодаря этому человек не придет к чему гордыни. А тогда, когда один человек возносится над другим, из-за чего это происходит? Из-за того, что он ставит себя выше другого. Так вот то, что он объясняет. У каждого человека про него сказано меот, меот. Очень очень. чтобы у него было это в мудрости, чтобы это было у него в богатстве, но тот, кто полностью подчинил свое дурное начало. Он называется гибор. И этим качеством отличается маше. Значит, здесь сказано меот, меот, очень-очень, а то, что сказано в Таре, меот про маше, это после этих двух качеств. Он достиг этой цельности. И тогда он стал самым большим пророком, который был в еврейском народе, и сказано говорил творец через горло муше. муше. Муше говорил, а творец делал, чтобы его голос слышался, то есть его голосом говорил творец. Так как это у нас как бы без истории это ничего непонятно, я приведу одну историю из книги Ават Хессе, то, что приводит Хофицкай. Он говорит о цедаке, о пожертвовании. И он говорит, что даже если человек дает с какими-то другими намерениями, все равно это хорошо, кроме одного намерения, которое уничтожает саму эту заповедь. И что он говорит? Она выражается в таком внутреннем аналогии. Я дал столько-то и столько-то, а вот мой сосед, он зарабатывает столько-то и столько-то, а дал в два раза меньше ему. Трудно поверить, что есть такие скупцы. Это тоже человек думает. То есть он использует свою щедрость, свою благотворительность, чтобы увеличить свою гордость с расчетом на вознаграждение и для того, чтобы унизить тех, кто дает меньше. Другие мотивы могут быть ступенями, чтобы достичь того, чтобы человек исполнял это ради заповеди. Говорит Хофф Ицкаем, что они подрывают саму митцву. Если дается для того, чтобы унизить других людей, тогда это теряет все. так вот теперь как человеку избавиться, чтобы не думать о том, что я так, а другие так и так далее. Он должен подумать, кто источник денег, которые ему посылаются. Потому творец говорит, мне серебро, мне золото. Так вот, теперь Хофф Ицкаем приводит такой пример. Он говорит, что в Польше, но он прожил долгую жизнь, он умер в 1933 году, в год прихода Гитлера и Махшмок власть. Так вот, увеличился очень антисемитизм. И выгоняли еврейских врачей из больниц. Ну, Януш Корчик, все вы знаете, он был еврейским врачом. Так вот, и евреев даже и в больнице не принимали. И тогда решили раввину устроить особенную еврейскую больницу. И для этого нужно было собирать много денег. И решили, что сделать больницу на 250 мест. И вот, один из богатейших людей города на этом собрании он сказал, я жертвую 10 коек. Ну, его поблагодарили, хотя посчитали, что он дает недостаточно. И тогда он показал на бедного еврейского ученого, который жил в большой нищете, и спросил, а сколько пожертвует коек этот аврех? То есть оскорбим, да? И тогда Хофф Искайм ответил за этого еврейского мудреца. Твой щедрый дар высоко оценили. Но благодаря этому молодому человеку и его изучению Торы нам не понадобится в 10 раз меньше кровати. Вы понимаете? Благодаря его изучению Торы гораздо в 10 раз больше не потребуется нам кровати в больнице, потому что его Тора защищает еврейский народ. То есть человек может гордиться деньгами, и как он их правильно использует, но он должен помнить, откуда они идут. И поэтому, смотрите, есть много евреев, которые обладают большими-большими деньгами. Посмотрите, насколько они успешные бизнесмены и так далее. Как вдруг они становятся близорукими и дают на, не заслуживают давать на самую большую ценность, которая есть в мире на поддержку Торы. Один тоже история с Хофицхаймом. Один очень большой богач, преклонном возрасте болел и уже вот-вот может приблизиться его последний час. И говорили с Хофицхаймом, и он сказал, все-таки давайте попробуем, давайте, никогда он на Тору не давал и так далее. Он послал своих учеников и сказали ему, у тебя есть деньги, и это очень важно, творец тебя послал, посмотри, как нищенствуют учащиеся в Ешиве. И буквально не на что жить. Насколько Аврихим, который посвящает себя изучению Торы, как они нуждаются. Может, ты сможешь выделить что-то. Он сказал, вы знаете, не учите меня, как использовать деньги. Он умер, и в завещании он оставил все на больницу для собак. Так вот, когда пришли ученики и спросили у Хофф Искайма, что это такое все, он говорит, смотрите, сказано так в тарактате Макот, по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. Он всю жизнь жил только своими инстинктами, своими интересами, поэтому перед смертью он не может изменить. Он же мог бы заслужить и так далее. Есть люди, которые при жизни это делают. Есть люди, которые... Так вот, это особенная должна быть заслуга у человека, у которого есть деньги, чтобы правильно их использовать. Давайте посмотрим. Прежде всего, человек, у которого есть деньги, должен помогать своей семье, своим близким, дальше дальним родственникам, дальше бедным в своем районе, дальше бедным в своем городе, дальше бедным в своей стране, дальше бедным в другой стране. То есть, несомненно, если он поддерживает тех, кто изучает Тору, у него есть часть в изучении Торы, которую они делают. Я знаю людей, это особенная заслуга у этих людей, которые очень заключают договор Исакарова Завулун, то есть, чтобы они получали половину наполовину от той Торы, которая учится и поддерживает еврейских мудрецов и не только этой помощи семьям, потому что я знаю один коллег, там учится 180 еврейских аврехим, которым за 50 и за 60 это люди, которые всю жизнь преподавали и учили Тору. И вот в последнее время многие колели закрыты, многие шивы не могут выдержать, и вот они приходят туда и учат они то, что даже во время Хофицкайма еще не учили. Это Хофицкайм устроил колель кодшим. Кодашим это то, что имеет отношение к храму, потому что он коин был, он отращивал свой ноготь, у него специальной была одежда, если потребуется, он тут же готов, и это учеба, которая была. Сейчас в Иерусалиме есть колель, которую учит Таарот. Таарот это чистота о особенных законах святости, которые будут реально использованы, когда будет храм. И учат это самые большие еврейские мудрецы. И у этих аврехим это приблизительно тысяча детей. И они должны их выдавать замуж, и женить, и так далее. Так это тот, кто поддерживает такую колель, он не только поддерживает особенное изучение Торы в еврейском народе, он делает гамилут хасадим, милосердие к этим детям, дальше он поддерживает этих еврейских мудрецов, что у них они все свои силы отдают тому, что в принципе многие, ну, это нужно прийти к определенному достижению в Торе, чтобы учить мишнают, на который нету Талмуда, и открывать это. И если вы видели, какая интенсивность, и что вы там, так вот, я знаю одного человека в Москве, который заслужил поддерживать этот колель. и это когда Рафхайм Каневский узнал, что есть такой человек в Москве, Рафштейнман и так далее, они просто их лица светились, что вот это как творец сейчас в Америке тяжелее положение, так вот, в России нашелся такой человек, они будут говорить его имени и так далее, но вы понимаете, что как творец поддерживает свою Тору, несомненный еврей, и больше того, и когда это рассказали Рафхайму, он сказал, что Рафхайму Каневскому, и этот человек сейчас завершает сам, он начал каждый день учиться, благодаря заслуге того, что он поддерживает Тору, он сам учится, и когда, сейчас он завершает один трактат Мишнает, так вот, Рафхайм Каневский, он накануне Песока завершает изучение в течение года всей Торы, это Вавилонский Талмуд, это Иерусалимский Талмуд, это все Мидрашин, это весь Танах, это Зор, это все за год, так он сказал, вот это его завершение первого трактата Мишнает в жизни может быть более важно, чем завершение мое всей Торы, я же видел своего отца Стайплера, Янки Висройля Каневского, так это у меня, а у него такого отца, который учил бы Тору, нет, вы понимаете, что мы действительно находимся во времени особенном и КВТ до Мишиха, перед приходом Машиха, и идет поляризация, одни в одну сторону, другие в другую, так вот, когда есть люди, которые поддерживают Тору, это их заслуга, если великие в еврейском народе этому человеку говорят, что он делает великое дело, они знают, что они говорят. Хорошо.